Чтобы устранить социальное расслоение среди учащихся, с 2005 года в стране введена обязательная школьная форма, отвечающая гигиеническим стандартам и согласованная по дизайну и стоимости со школьными советами. Первое время проблем с униформой не было. А вот сейчас все чаще стала звучать критика по отношению к одежде, существенно опустошающей родительский кошелек. В этом году из семейного бюджета на одну форму придется потратить от 25 до 35 тысяч тугриков. Канцелярские принадлежности обойдутся чуть дешевле. Мы уже купили форму за 23 тысячи тугриков, теперь осталось купить школьные принадлежности. Как отмечают родители, цены на канцелярию вполне доступны. Сейчас тетради в зависимости от количества страниц стоят от 110 до 700 тугриков. Альбомы для рисования 360-650 тугриков, ручки 250-550 тугриков. Но даже при невысокой цене собрать школу одновременно 3-4 детей не так-то просто. Поэтому консультанты в магазинах советуют покупателям выбирать отечественный товар. Монгольские тетради дешевле, бумага у них качественная. От покупателей потом не слышно претензий, что у ребенка в тетради паста расплывается. Мне нужно купить школьные принадлежности для трех детей. Думаю, это обойдется в 60-70 тысяч тугриков. Это в основном ручки тетради и ранец для одного ребенка. Что касается учебников, то они до сих пор не поступили в продажу. Сообщается, что Министерство образования, культуры и науки своевременно профинансировало типографии. Наша съемочная группа побывала в одной из компаний и попыталась выяснить причину задержки выхода книг из печати. К сожалению, четкого ответа так и не прозвучало. Сотрудники сослались на отсутствие руководства. Для родителей же гораздо важнее отсутствие учебников. Проволочки с продажей могут вызвать дефицит, а за ним и спекулятивный рост цен. До сих пор не купили учебники. По идее, они уже должны были поступить в продажу, но пока нет. Спрашивали здесь, отвечают где-то 15-го. Учебники поступят с 20 августа. Мы ждем их из типографии. Пока ничего в продаже нет. Кроме родителей, к началу нового учебного года готовятся организации по вопросам детей и молодежи. Например, столичное управление разрабатывает программы в поддержку малообеспеченных семей. В столице проживают примерно 400 тысяч детей. Из них 22 тысячи – из малоимущих и неблагополучных семей. Они требуют определенного внимания и заботы. В целях социализации таких детей нашим управлением разрабатываются специальные проекты. Буквально через пару недель в книжных магазинах начнется настоящий ажиотаж. В этом случае совет родителям один – запастись терпением, чтобы новый учебный год для каждого ребенка стал праздником.